Для любой P, T существует A такая, что доказуемо A равно P, D, D, A, A. И вот тут нам как раз понадобится эвакодирование примитивно-рекрузивных функций. Сначала я вот использую это, сформулирую, а потом мы сообразим, как это все быстро сделать. Давайте мы просмотрим Q. Это формула с одной свободной переменной. То есть Q-адрес. Это не обязательно вот та самая P, которая здесь была. Это произвольная. И мы рассмотрим такую функцию, которая в номер Q переводит вот в такую странную вещь. Q, в которой подставлен этот самый выделенный номер. Какое так сделать? Кто-то может спросить, а что будет, если здесь в F подставить что-то, что не является конным форматом? Ответа не важна. Она может возрастать все, что угодно. Вот поэтому F утверждается, что F это, как называемая, примитивно-рекрузивная функция. Что это такое, я скажу чуть позже. Но сначала поймем, что это значит для нашей цепи, если она примитивная функция. Значит, существует такая арифметическая формула. Ф большая от двух переменных уже есть, такая, что вот это F большое от X или означает то, что это мы собираем. И в арифметике доказывается то, что это на самом деле функция. Что это компенсация, что это и так далее. Вот это нужно уметь делать при этой функции. Если мы это умеем делать, то средние подвижные точки мы сейчас буквально быстро получим. Примитивно-рекрузивные функции всюду определены. Понятно, да? То есть нет точек, в которых они не определены. Второе. Такие вот естественные функции типа X плюс Y, X умножить на Y. Там функция, которая от X Y равна X. Все такие простейшие функции, естественные, они примитивно-рекрузивные. И еще важная вещь. Если у вас уже известно, что есть несколько примитивно-рекрузивных функций, и вы какую-то функцию определяете, что называется, по индукции, да? То есть при помощи формул типа, как числа Фибоначчо, да? Каждая следующая, это сумма двух предыдущих. То, что называется, рекурсия, да? Вот как в программировании. То в таком случае тоже получается примитивно-рекрузивная функция. Вот это определение примитивно-рекрузивной функции. А вот то же, что сейчас вам говорят, что примитивно-рекрузивные функции можно выразить в арифметике. Вот попытайтесь прочитать то, что вам сейчас написали. Чего только одна переменная свободная? Так захотели. А X плюс Y это две? Нет. Вот сейчас рассматриваются функции с одной свободной переменной. Это Ф, это не любая примитивная функция. Это я конкретно такую функцию выписал. Она мне будет нужна. Не то, что любая примитивная рекурсивная имеет вот такой вид или что-то такое. Конкретная функция. Она делает вполне конкретную вещь. Она берет код формулы и превращает его в код другой формулы. Вот такой, в которой вместо переменной вот этой, с подставленной ее же собственной номер. Это некий трюк такой, который используется в доказательство теременеподвижной точки. Это на самом деле более-менее то же самое, что такое программистское упражнение. Вот есть такая задача, как значит, напишите программу, которая печатает свою собственную издобную тему. Никто не делал такого программиру. Хорошая задача, кстати, для вашего любимого языка. Вот на силу, например, вот на битоне. На чем он? Вот это более-менее то же самое. Она говорит, что мы возьмем ее и подставим в нее. Теперь, что я хочу сделать. b, то есть я по определению положу как b. Вот это аминь. А а я положу как b. Вот своего собственного. И все станет хорошо. Потому что я могу сказать, что а равносильно b, f от педали его номером b. Это равносильно, ты скажешь, что такое f от педали его номером b. Это b от педали его номером b. А это просто равно b от педали его номером a. Вот, собственно говоря, и все доказательства. Ну, а я ничего не понял. Что невозможно понять, как говорит прикрепляющий, что... Нет, я формально ничего не понял. Понимаете? Что такое b от x? b от x это... Ну, вот это единственный момент, который нужно уточнить. Давайте мы предположим, что наша примитивная функция, это, так сказать, функциональный символ рементики. То есть мы можем ее использовать как плюс, как умножить и так далее. f. Ну, мы же не можем. Ну, вот пока давайте предположим. Сейчас я вам поясню, что делать. Как на самом деле нужно вместо f использовать R большой. Но давайте на минутку предположим, что мы можем использовать его номером. Ну, все-таки это не доказательство, это набросать доказательства. Это идея доказательства. Итак, да. Учем его использовать. Да. И положим b от x как b от f от x. А теперь положим а как b, в которой подстанк ее же идет лиф номер 1. Так. И вот утверждаешь, что это то, что она будет. Потому что, смотрите, что такое а. А, она, ну, равносильная, то же самое, что b от f от b. Правильно. Ну, потому что я взял b и подставил в него его гердлиф номер 1. Да. Что такое f от гердлиф номера b? На самом деле, это конкретное число. Гердлиф номер b это конкретное число. f от гердлиф номера b по определению функции f это b, в которой подставили ее гердлиф номер. Да. Ну, а это гердлиф номер 1. Все. Ну, да. То есть, поскольку f фактически уменьшает количество этих кушек... Ну, и увеличивает, если угодно. Ну, да. То это хорошо. Это вот, так сказать, идея, доказательства. Вот так, как ее быстро можно заполнить. Единственное правило замечено не точно, что здесь мы использовали в маленькой как функциональный синг. То есть, это доказательство работает так называемой системе ПРА. Есть такая примитивно-рекурсивная арифметика, где говорится следующее, что у нас есть все примитивно-рекурсивные функции просто как функциональные символы в языке. А в аксиомах сформулированы их вот эти рекурсивные определения. Как я понимаю, это на лекурсе. Но, на самом деле, нам дадут то, что эта функция выразимого иметь и с помощью формулы R большого. Ну, и тут нужно немножечко подправить. Отправляется это следующим образом. Надо сказать, что V от X существует или такой шторм. Ну, это понятнее, да. Это, так сказать, немножко длиннее, но это использует наша функция формулы R большого. Ну, и теперь нужно аккуратно... Да, только что касается A. Здесь тоже самое. Это V. Ну, и теперь нужно аккуратно проверить вот эти... Ну, нам теперь нужно проверить вот такую вот равносильность на самом деле. Правильно? Вот это мы писать-то не имеем права. Но мы утверждаем, что вот это по-прежнему равносильнее вот это же. А эти два просто равны, потому что A в точности вот этой формы. То есть эти две формы просто равносильны. Это B, в которую поставлено одинаковое число. Ну, теперь давайте вот так вот это управляем. Что такое A? Это B от кёдлевого номера, то есть это существует, и угрек. Такое, что такое, угрек. И R вот так. Конкретного числа, правильно? А теперь смотрите, что у нас здесь сказано. Реализмите, что это A, да? Оказывает, во-первых, вот такой факт. Есть функция F. F это функция от Q. F маленькая, это функция натуральных чисел. Ну, от кёдлевого номера. От кёдлевого номера, который, ну, она предназна всех натуральных чисел. Но если кёдлевого номера формула с одной свободной переменой, то она выдаст вот такое вот значение. Кёдлевого номера формула, где вместо этой перемены подставлен тот же самый Y. Утверждается, вот это то, что утверждается как безнаказанности, что она может быть задана формулой в арифметике. Формула F большая от XY утверждает, что F маленькая от X от Y. Утверждается, что этот факт можно выписать как арифметическую форму. И это немножко скучно, но это такое упражнение по странному программированию. Я в конце прокомментирую, почему программирование здесь должно быть странным. Вот у нас есть конкретное число. Кёдлевого номера – конкретная форма с одной свободной переменой. А вот это значение, настоящее значение нашей функции на этом числе, правильно? Утверждается, что арифметика пиано умеет доказывать факт такого вида, что F от вот этого равно вот этого. Это не общие какие-то факты. Факты, но конкретные числа. А второе, что умеет доказывать на арифметика, что F – это на самом деле функция, что она всюду определена. И для каждого арифметика существует единственная пианика. Отсюда мы получаем следующее, что мы имеем степиано, в частности, доказывают, что F от такого равносильно и у просто равен. То есть, если я говорю, что Y – это значение функции F на конкретном этом числе, то это значит, что Y равен в точности самому единственному значению. Правильно? Ну и все. Отсюда мы получаем, что A равносильно. Ну, тут надо немножечко порассуждать в формальной логике. Существует или такое, что Y равен. Вот это мы. И B от И. Ну, а это равносильно просто, так сказать, B. Вот это весь трюк, чтобы обойти использование маленького в наших рассуждениях. К сожалению, определимость функции в арифметике, она делается вот через вот эти двухместные формулы. То есть, мы не можем добавить, к сожалению, в арифметику, у нас нет способа добавить термин. Добавить функцию, которая вы говорите. Это F от X. Нет, вот так и добавить. Ну, вот надо добавить так, к сожалению, через такой трюк. И каждый раз, когда мы им пользуемся, мы вынуждены писать вот такие вот формы. Существует такой... Ну, опять же, как программировать, нужно завести новую перемену. То есть, мы говорим, что давайте пусть есть Y, которые равны по 30, и этот Y мы будем использовать потом. На самом деле, есть некоторые способы добавлять. Так что, теорема противодействия есть. Ну, это лучше не говорить, потому что нельзя подумать. Значит, вот такие вот вещи. Ну, все. А это то, что нам нужно. Мы доказали, что A равносильно B A. Ну, вот это наша неподвижная точка. Значит, я буду доказать вот таким вот способом. А вот осталось, что это как примитивно... Ну, для нас осталось две большие вещи. Первая вещь, что примитивно нужно аккуратно определить примитивно-рекурсивную функцию. И для того, чтобы доказать, что примитивно-рекурсивные функции дополадают такими свойствами, это первое. А второе, нужно доказать, что вот эта конкретная функция является примитивно-рекурсивной. Это, так сказать, две вещи, обе. Не то, чтобы очень сложные, но технически обе будут. Я буду прокомментировать, как доказать, что вот эта конкретная функция. Это немножечко круче. Ну, наверное, надо уметь подставлять в любое число, в любую. Да, вот это нужно на самом деле ввести рекурсию по структуре вот этой конкретной функции. Ну, да. Ну, тут нам потребуется такое свойство гердлевой нумерации, которая, ну, понятно, что она естественная, но нужно его потребовать. Что чем сложнее формула, тем у нее больше гердлев-номер. То есть, если вы взяли две формулы и скажем, сделайте из них конъюнкцию, то гердлев-номер полученной формулы будет больше гердлев-номератива, стоящего просто. Гердлев-номерация так, как в этой гердлев-номеративе свойства владает. После чего, значит, когда мы определяем функцию на гердлев-номерном номере формулы, мы можем пользоваться этой, значениями этой функции на всех ее подходах. И это будет репурсивной, ну, это будет непримитивной рекурсии, это, значит, полной или возвратной рекурсии. То есть, когда примитивную рекурсию делаем, то можно на самом деле пользоваться только значением нашей функции на предыдущем числе, правильно? Но можно выразить, чем примитивная рекурсия, чем возвращение через примитивную рекурсию. Возвратную рекурсию пользуются все или меньшие значениями. Это значит, что для всех чисел меньше, чем вот этот геодолев номер, f уже поделена. Ну а дальше разбор по случаям. Какой бывает q? q бывает равно, так сказать, o1 и q2, например. Тогда наша функциональная программа должна вычесть f на этом, f на этом, а потом применить кондицию. То есть сделать в геодолев номер соответствующие формулы из двух этих чисел. Ну и здесь, может, бывают амплификации, визюции, еще что-то, квантеры бывают. Что делать с квантером? Вот это тонкий вопрос. Квантер бывает вот такой. Надо бы делать квантер по x по той же самой перемене. Тогда ничего делать не надо. Потому что все вхождения x, которые могут быть в u, связаны этими квантерами, а с них подставлять не нужно. Если формула вот такая для любого u, y это не x, ну нужно подставить вместо x везде туда, а y потом навесить квантер. Ну и, наконец, базовые случаи, что у нас в основании, так сказать. Дальше у нас еще есть термин. Плюс, умножить, и с ними надо то же самое все делать. То есть если у нас есть, соответственно, выражение видов u равно v, это атомарная форму. то u и v это термин, где может содержаться x. Ну, значит, надо опять же репурсивно подставить туда вместо x вот это данное число и, так сказать, все сделать. Вот. Ну, и, наконец, последний шаг. Если у нас просто x написано, то нужно выдать как раз вот это значение. А если написано какое-то y, то будет вернуть y. Если написано 0, то это будет только x. Ну и тем самым мы определим на самом деле, конечно, не вот эту функцию. А мы видим вот такую функцию. Это, значит, будет sigma. Которая говорит следующее. Что по геодолеву номеру формулы q и какому-то числу n, она возвращает вот такую числу. То есть мы говорим, что он будет подставлять некоторое число n. Какое это, так сказать? Ну, совсем беда. Здесь еще такую черточку напишем. Вот n. Которая означает, что мы пишем, конечно, не само число n, а его имя в арифметике. А его в арифметике такое s, 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 s. Ну, это совсем беда. Уж можно считать, что в арифметике есть константы для всех культуральных чисел. Это ничему не принято. Бесконечно нужно констант. И все правила, так сказать, аксиоматика на 2 плюс 24. Это просто таксипатически. Ну, а дальше f, вот это. Это, так сказать, диагонализация этой sigma. То есть f, это x, это sigma. И вот тут мы пользуемся еще одним таким свойством кривитивно-рекурсивным. Потому что, ну, были такие постановки, будут тоже кривитивно-рекурсивные. То есть можно будет диагонализовать, так сказать, все это было. Так что это вот так поясняется, что это функция кривитивно-рекурсивный. Это на самом деле, вот это все очень правильно говорит, идея Z, которая стоит, что это программирование вот этой постановки на некотором специфическом языке программирования. То есть язык программирования, который умеет вот только такую вот рекурсию, которая заведомо сойдется. В чем отличие от обычной рекурсии? Если вы пишете на обычной виске программирования и используется рекурсивный вызов, то никто не проверяет, что аргументы вашего рекурсивного вызова меньше, чем исходного. И вы можете войти в бесконечную рекурсию. Но, блин, написать функцию, которая будет вызывать себя, чтобы это все больше выбирали физики. На любом языке только можно написать, такая программа никогда не остановится. А это очень плохо. Потому что мы тогда не сможем сделать вот так. Мы не можем доказать, что любого их существует. Единственное мнение такое что-то. Ну и это уже доказательство. И тут мы попали в довольно такую интересную ситуацию. Связано вот, что примитивные рекурсивные функции – это некий такой курезвый язык программирования, на который можно кое-что записать. Но есть функции, например, функции Аккерман, которые не программируются на языке примитивно-рекурсивных функций. Это те изменения, которые вычислили, можно запрограммировать на общей языке. Это минус примитивно-рекурсивных функций. Причем их плюс, а в том, что про каждую функцию доказано, что она всюду наделена. То есть не только эта программа когда-нибудь застанавливается, но и этот факт еще можно доказать в эрефринтике. Ну, возникает вопрос. А нельзя ли написать такой язык программирования, на котором все программы будут останавливаться, все функции будут сюда определённые, различными функциями можно будет на нем запрограммировать? Ну, ответ нет.